Здравствуйте! На Первом Карагодинском, как всегда в это время, новости. С вами Сергей Высокосов. Сначала коротко о главном. Многоэтажки села Молодежная могут остаться без отопления. Айдара Тельгарина, бывшего заместителя Акима Караганды, арестовали прямо в зале суда. Заработала вторая рудотеремическая печь на Карагандинском заводе по производству металлургического кремния. В Осокаровском районе Карагандинской области жители могут встретить зиму без отопления. Сельчане Молодежного живут в многоэтажных домах, но уже третий год подряд не могут подключить отопление. Подробно в нашем следующем репортаже. Карагандинские чиновники буквально вчера утверждали, что полностью готовы к отопительному сезону. Почти 32-этажных домов до сих пор не подключены к отоплению. Местные чиновники ответственность с себя снимают, ссылаясь на несвоевременное выделение денег из республиканского бюджета. Дома на балансе не входят, потому что для расширения теплотрасс бюджетные средства не выделялись. Если будут выделяться, то тогда подключение этих домов в последующем году будет, если деньги будут выделяться в бюджетные средства. Восстанавливать центральное теплоснабжение в поселке начали три года назад. Тогда люди обрадовались и быстро избавились от печей. Но сейчас об этом пришлось пожалеть. Около 70 семей этого поселка теперь стали жертвами недоделанной работы. Это все перекидывают друг на друга. Один говорит одно, этот должен вот этот заниматься. Допустим, в ЖКХ, как нам сказали, у вас подрядчик, за подрядчиком должен смотреть Акимат. Акимат, когда пригласили, Акимат говорит, мы ни за кого не отвечаем. На следующий день позвонили, извините, мы все перепутали, ваши дома не подключаются. Чиновники уверяют, что магистраль будет сделана уже в ближайшее время. Но появится ли при этом тепло в квартирах сельчан, еще неизвестно. Местные жители опасаются, что при низких температурах могут замерзнуть. Гульзат Сахова, Александр Терекидзе, Первый Карагандинский. Арестовали прямо в зале суда. Одному из подсудимых по делу экс-премьера Серега Ахметова, бывшему заместителю Акима города Айдару Тельгарину, надели наручники и заменили меру пресечения нахождения под залогом на арест. Его обвинили в применении силы и брани в отношении потерпевшей Смирновой. Сегодня в зале суда рассматривался эпизод о незаконном строительстве транспортно-логистического комплекса. Допрашивали руководителя следственной группы. От подсудимого Ернара Дарибекова поступило ходатайство об отводе одного из прокуроров. Судья Исламхан Исимбаев это ходатайство отклонил, зато удовлетворил другое обращение. Сам подсудимый Айдар Тельгарин применение силы в отношении потерпевшей Смирновой и брань в ее адрес отрицал, однако судья не обратил внимания на его оправдание. Разбирательство по этому резонансному делу началось в Караганде 10 августа. В качестве подсудимых проходит 21 человек, которым предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, хищении бюджетных средств и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Следующее заседание состоится завтра. Аймам Ренажа Сулама Кулбеков, Александр Цирикидзе, 1-й карагандинский. Заработала вторая рудокемическая печь на Карагандинском заводе по производству металлургического кремния. После длительного простоя предприятие набирает производственные обороты. Благодаря запуску второй печи завод намерен увеличить количество производимого сырья. Подробности в следующем репортаже. При поддержке национальной компании АО «Таукен Самрук» и инвестиционного фонда страны 15 октября прошлого года была запущена первая печь завода. Сегодня в рамках каранда индустриализации при поддержке со стороны областного акимата произведен запуск печи номер два. Запущена еще одна рудокемическая печь. Практически идет утвоение производственных мощностей. И сегодня мы можем сказать, что та мощность проектная, которая была заложена на данном заводе, это 25 тысяч тонн в год силициума, полностью восстановлено, и завод работает на практически полную мощность. В качестве основного сырья завод использует жильный кварц. Месторождение «Актаз» у Латавского района Карагандинской области. Сегодня на заводе трудятся 343 человека, в том числе 249 бывших работников силициума Казахстан. Благодаря запуску печи номер два создано 67 новых рабочих мест. Конечно, Калистина очень рада, потому что Акимобус уделил внимание, приехали к нам посмотреть, какая обстановка у нас, как люди работают, настрой на позитиве, либо нет. Мы в первую очередь очень довольны, что глава государства не оставила нас, поддержала проект этот. Запустили завод, недавно вторую печь запустили на полную мощь. Я думаю, что в дальнейшем все будет хорошо у нас. Главное, что, как говорится, поддержка со стороны государства. Общая стоимость проекта составила 665 миллионов тенге. Реализация проекта позволит увеличить выпуск технического кремния на 12,5 тонн, что составит 25 тысяч тонн в год по двум печам завода. Преимущество завода – абсолютно безотходное производство. В качестве дальнейшего развития как раз стояла задача запустить вторую кремнию печь. Эта работа тоже сейчас завершена. И вот сегодня мы присутствуем как раз в номинаре события, но запустили вторую печь. Трудовой коллектив завода вручил Акимобласти памятную статуэтку с куском кремния, который в будущем станет основным символом завода и займет место в музее. Производимое сырье будет экспортироваться в Россию, в Германию, в США и в Нидерланды. Это еще один шаг Казахстана на арене мировой экономики. Гульза Ацахова, Александр Теркидзе, Первый Карагандинский. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Вакцинация против инфекционных заболеваний – очень необходимое дело. Проводенная вакцинация сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки, для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколений. Пройти обязательную, необходимую вакцинацию. Вопросов буду, не буду. Не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки. Она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. В шахтерской столице идет замена бумажных карточек пациентов на электронные. Такая практика уже введена в поликлинике номер 3. Сейчас она работает в единой системе, которая позволяет ввести электронный учет больных. Запись к врачу производится по интернету или через терминалы. Глава региона Нурмахамед Авдебеков решился одним из первых записаться к врачу вот таким способом. Подробности у нашего корреспондента Айым Амриной. Аким области Нурмахамед Авдебеков попробовал записаться на прием к врачу через терминал. Все получилось быстро и без нервных затрат. Затем глава региона посетил кабинеты и познакомился с новой системой работы врачей. Руководство поликлиники рассказало о оборудовании и инновационных технологиях. В личном кабинете врача разработаны шаблоны, и они, допустим, медицинской карты уже бумажно не пишут. Многие врачи уже в режиме онлайн заполняют эту электронную амбулаторную карту. У нас есть терминалы, достаточно подойти сюда с оберением по штрих-коду, и уже автоматически этот пациент попадает в личный кабинет врача. И он выбирает свое удобное время, когда ему можно записаться. Аким области посетил недавно открытое диспансерное отделение. Здесь, согласовав с медперсоналом, можно за один день пройти полное обследование. Данная поликлиника обслуживает более 70 тысяч пациентов. Такое решение проблемы, как электронная запись и онлайн-картотеки, помогут улучшить качество предоставления медицинских услуг, поясняют врачи. Аж трехвод там уже присваивается. То есть она сюда приезжает, уже никакой дополнительной регистрации не подлежит, сразу ставится на борт. В результате практически все анализы после обеда в этот же день уже готовы и по электронной почте доставляются. Нурмухамбет Абдебеков также посетил социальную аптеку, которая работает в поликлинике. Цены здесь на порядок ниже, чем в других. Глава региона остался доволен увиденным ноу-хау. Возможно, в скором времени система онлайн-базы пациентов будет внедрена во всех медицинских учреждениях области. Аймам Ленажа Сулам Акулбеков Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Неожиданный улов, отрезанную человеческую ногу, выудил рыбак в Интемакском водохранилище нашей области. Об этом сообщили в Общественном объединении охотников и рыболовов. По информации работников общественного объединения, рыбак обнаружил человеческую ногу в 10 метрах от Интемакского водохранилища. Нога была отрезана до бедра. Он сразу вызвал полицию. Поисковое мероприятие длилось 4 дня. Водолазам пока не удалось найти тело. По данным факту, материал зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований. Назначенные экспертизы проводятся расследования. В Караганде состоялся брифинг по внедрению принципа нулевой терпимости. На ней сделал акцент глава государства послание народу. В Карагане сейчас идут легендационные работы по мелким правонарушениям. Власти и стражи порядка делают все необходимое, чтобы бороться с нарушителями покоя населения и хулиганами. Подробности в следующем сюжете. Профилактика правонарушений, в том числе и соблюдение правил благоустройства города, является одним из направлений деятельности как ОВД, так и службы административной полиции. Порядок и дисциплину в городе обеспечивают именно эти факторы. Нулевая терпимость у нас тесно связана с профилактикой дорожно-транспортных происшествий. Цель снижения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести и их последствий, а также для повышения сознательности граждан по соблюдению правил дорожного движения, нами организована трансляция профилактических видеороликов на больших мониторах, может, если вы заметили, расположены рядом с торговыми центрами и на улице города. Чтобы ликвидировать дорожные беспорядки и другие правонарушения, Министерством внутренних дел и ДВД Карагандинской области был разработан план. Он включает в себя ряд профилактических мероприятий, лекции, беседы по теме правовой тематики в учебных заведениях. Также участковые инспекторы осуществляют поквартирные обходы, на которых еще раз напоминают жителям о соблюдении правопорядка. Кстати, более 150 дворов имеют камеры видеонаблюдения. В будущем их число будет увеличиваться. Население также должно вносить свою лепту в этих профилактических мероприятиях. Вообще картир этих городов должен знать, что окружающая его территория – это то место, где он живет. Поэтому если они начинают заниматься благоустройством, уборкой и даже проведением тех же самых субботников, которые постоянно проводятся участием в этих субботниках. Тем самым они сами же помогают и органам внутренних дел, и местным фондам органов. Стражи порядка вместе с властями будут и дальше продолжать бороться с правонарушениями, которые мешают стать нашему городу лучше. Амина Смакова, Ужас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Предприниматели Караганды вновь нашли поддержку от государства. В рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020» несколько предприятий города получили субсидирование процентной ставки по кредиту. Подробнее расскажет Лариса Хусаинова. Один из объектов бизнеса, которое поддержало государство – гостиничный комплекс. Благодаря программе «Дорожная карта бизнеса-2020» в номерах появилась новая мебель, кондиционеры, телевизоры. Также внутри здания провели косметический ремонт. Раньше в этой гостинице было всего 10 номеров. Теперь их количество увеличилось втрое. Кроме того, здесь есть две сауны и ресторан. Также в результате данного проекта было создано 12 новых рабочих мест. У нас не хватало средств на отделку и оснащение здания. Мы взяли кредит в банке, вышли на дорожную карту, где нас поддержали. И в общем мы дополнительно создали 12 рабочих мест, 27 номеров город получил. Гостиница очень удобно расположена в центре города. Предприниматели, которые вошли в программу «Дорожная карта», ежемесячно выплачивают проценты от банка наполовину с государством. По словам бизнесменов, это значительно снижает все нагрузки. Новые номера привлекают клиентов, а современное оборудование облегчает работу персоналу. Например, белье теперь не приходится гладить утюгом. Все делает специальный аппарат. Это экономит и время, и силы. Сможет объем работы утюгом целый день прогладить. Невозможно. Так что происходит просто спасение. Рады как предприниматели, так и сотрудники. В этом году в Караганде оказали поддержку 67 предпринимателям. А с начала реализации проекта с 2010 года поддержали более 300 объектов бизнеса. Лариса Хусейнова, Жасулан Глубеков, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. 49-ю годовщину с момента образования отметили военнослужащие Национальной гвардии части 54-51. Эту дату военные решили отпраздновать. Не одни двери воинской части в этот день распахнулись для ветеранов и кадетов. За мероприятием наблюдала и наша съемочная группа. Пятиклассники-кадеты школы номер 77 и военнослужащие части дружным хором исполнили гимн. Сегодня они оказались в одном строю. Среди мальчишек в военной форме своей любознательностью и взрослым взглядом бросается в глаза 10-летний бекарыс Шарапиден. Со слов юного кадета, он мечтает связать свою жизнь с армией. Сегодня вместе со мной сюда пришли мои друзья. Учительница сказала нам, что если мы будем хорошо учиться, мы сможем стать военными. Я хочу стать капитаном. Сейчас мы занимаемся в клубе «Жазбуркот». Я помощник капитана. Со слов военнослужащих, данный кадетский класс находится под их непосредственным контролем. 24 ученика имеют постоянный доступ в часть. Они могут общаться с солдатами, учиться военно-полевому мастерству и узнавать о армейской жизни изнутри. Два раза в неделю военнослужащие спецназа «Буркот» приходят в школу и, согласно ранее составленному расписанию занятий, проводят с ними занятия. Цель занятий приведет, значит, у них физическая подготовка, рукопашный бой, занятия по огневой подготовке, военная топография, ну и патриотическое воспитание нашей молодежи. В ходе праздничного мероприятия отличившиеся военнослужащие получили медали и благодарственные письма, а талантливые солдаты порадовали собравшихся песнями. Не остались в стороне от торжества и ветераны. Многие из них вспомнили о своих армейских буднях именно в стенах этой части. Мое назначение совпало с тем, что буквально через полгода мы, воинская часть, была передисфоцирована в столицу нашей родины, тогда Советского Союза, в город Москву, где мы выполняли службу по охране общественного порядка и безопасности на 22-х летних Олимпийских играх. Со слов организаторов, воинская часть 54-51 всегда уделяла большое внимание воспитанию патриотического духа подрастающего поколения. Сегодня солдаты и командование части в очередной раз пообещали продолжать эту работу. А имам Ленажа Сулам Макулбеков, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В Караганде активно ведутся работы по благоустройству дворовых территорий Козыгбейского района. На сегодняшний день уже завершены работы в пяти дворах, а также в программу модернизации вошел сквер на пересечении улиц Муканова и Республики. Данные дворовые территории вошли в перечень благоустройства в связи с тем, что дома прошли программу модернизации ЖКХ. На сегодняшний день на территории Козыгбейского района насчитывается около 10 разработанных проектов по благоустройству дворов. Детские площадки, понимаете, это действительно создает какой-то уют, создает какой-то комфорт. Поэтому я думаю, что вот эта программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства, которая вот это благоустройство дворов, она в общем-то дает такую, знаешь, почву для патриотизма, можно сказать. Понимаете, что мы живем вот в стране, мы живем вот во дворе вот таком прекрасном. В программу по благоустройству территорий входила замена асфальта, были установлены тротуары из брусчатки, детские игровые площадки, огражденные от проезжей части, парковка и современное уличное освещение. Также были посажены деревья и установлено видеонаблюдение. Договоренность с услугодателями города Караганды до начала проведения благоустройства. Все услугодатели заменили свои инженерные коммуникации, то есть произвели капитальный ремонт на сегодняшний день. То есть, чтобы не получилось так, что после благоустройства услугодатель придет, будет производить ремонт. В связи с ограниченным финансированием на данный момент сданы только пять дворов по улице Бухар-Жарау 31, Ермеково 26-2, Ермеково 114-1, Карбашово 5, Бульвар Мира 36. Оставшиеся пять проектов обещают реализовать на следующий год. Осель Созамбаева, Исламбеков, Пан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Ветераны лесной охраны получили награды от руководства Управления лесного и охотничьего хозяйства Карагандинской области. День пожилых людей, отмечаемым во всем мире, стал очередной причиной поздравления и награждения старшего поколения. Для Коммунального государственного учреждения по охране лесов и животного мира День пожилых людей стал ежегодным праздником. И каждый год руководству Управления есть, что сказать, в благодарность. В этот день под взор опытных смотрителей попало новое современное оборудование предприятия. Далее ветеранов ознакомились с экспонатами, поставленными на полку выставки. По плану мы сначала встретили наших ветеранов, провели по красной дорожке, ознакомить с достижениями сегодняшнего дня и провести экскурсию. Пожарных бывших не бывает, поэтому каждый из них внес свой вклад в сохранение зеленых полей и лесов нашей области. Каждый ветеран в этот день имел свои воспоминания и смотрения, вспоминая работу в молодые годы, припоминая ушедших уже товарищей. По традиции начальник комитета Максат Муканов наградил старшее поколение и организовал большое путешествие по лесным просторам, которые когда-то были под их охраной. Мы стараемся продолжить кладчатое вами дело и более того, приумножить готовые новые опыты в нашем хозяйстве. Сегодняшним днем для нас действительно устроило праздник, показав свою деятельность в сохранении, приумножении настолько мизерных лесных насаждений нашей области. Я лично получил огромнейшее удовольствие, увидев, что вы можете бороться с любыми невзгодами. На сегодняшний день в учреждении лесного хозяйства трудятся 117 охранников природы. Они занимаются не только сохранением зеленых насаждений, но и приумножением лесной культуры нашего региона. Диана Рамазанова, Фариза Улбаева, Исламбек Успан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. И народ защитить, и себя проявить. Во Дворце культуры города Тимиртау прошел концерт, посвященный 550-летию образования казахского ханства, 20-летию Конституции Республики Казахстан и 20-летию Ассамблеи народа Казахстана, что необычно для организаторов конкурса. Там выступали сотрудники ДВД Карагандинской области. Ну, как видите, в этом году большой знаменитый дат в Казахстане. Это первое образование 550-летия казахского ханства, 20-летие Конституции, 20-летие организации Ассамблеи. Поэтому в связи с этим скрывает поступление охраны общественного порядка. И вот, что он занимается. Ну, вот, пожалуй, и все на сегодня. Именно таким увидели наши корреспонденты в сегодняшний день. Всего вам доброго. До свидания.